Доброе утро! Как выносить вещи после покойных? Ну, во-первых, сразу мы не выносим, потому что человек после смерти наблюдает. Я сама была ярым материалистом и долго думала, что смерть – это конец. Просто не то, что даже ярым, а не представляла, как это в себе, но это не конец. Там целый мир, поэтому трогать вещи покойных нельзя 40 дней, пока они не уйдут с земли. И пока их душа вас не оставит. Если вам не снится тревожных снов, они вам не подают какие-то знаки, не беспокоят и не дергают, то через какой-то момент вещи можно просто выносить по всем законам, так как мы выносим обычные вещи. Можно ли их раздавать? Можно. И это лучшее, чтобы им кто-то отпользовался. Я знаю уйму примеров, когда отдавали вещи умершим людям, и ничего плохого совершенно не происходило. Наоборот. Это доброе дело, и это последнее доброе дело, которое вы можете сделать для покойного. Те вещи послушат кому-то, это ему поможет. Это не совсем аналогично, как за него вы свечку в храме просите. Но так ему благодарны только вы, а так очень многие люди опосредованно благодарны. Это хорошее дело. Если ценные вещи вы хотите отдать, отдайте их. Поставьте так, чтобы их подобрали, или раздайте людям, которые просили. Ну, а малоценные, просто упакуйте. Только завержите их лучше в бумажные пакеты и выбросите в мусор. Но через какой-то период. Когда я вас перестану дергать, и обязательно перед этим пожертвуйте в храм. Поставьте восковую свечу и скажите, вот, хочу твои вещи вынести. Это будет самое правильное. Если после этого у вас какое-то такое тревожное чувство не придет, ну, отдавайте. Через полгода их в любом случае можно отдавать. Ничего страшного, вы только плюсик сделаете. Если вы кому-то что-то отдадите, негатив на человека никакой не переходит. Ну, если человек очень тяжело болел, всю вот эту одежду выкидывайте, эту не отдавайте. Или в той, которой случилось несчастье, эти вещи просто лучше всего в пакетик и на кладбище, в кладбищенский мусорник отнести. Там, где он страдал, мучился, а если это бытовые его вещи, обычные отдавайте. Те вещи, в которых очень человек пострадал, вы пострадаете. Вы не отдаете, это нехорошо. Вы отдаете страдания. Просто упаковывайте и выкидывайте, чтобы никто не нашел. Еще лучше я сказала, это в кладбищенский мусорник выкинуть. Упаковать и выкинуть в кладбищенский мусорник. Чтобы навсегда эту линию оборвать, похоронить. Он очень хорошо работает, как ножом отрезает. Ну вот на этом я прощаюсь.